Студия подкастов Радио Свобода Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Геннис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским беседуем о социальных сетях и их влиянии на массовое сознание. Среди поднятых тем фильм протеста «Социальная дилемма», алгоритм «Любитель распри» «Кому выгодна ложь?» «Партия плоской земли», чего требует новая грамотность. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст, на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Инаугурация президента Байдена положила конец эпохи Трампа, но не ее наследству. Никогда, говорят эксперты, в стране, да и в мире не были так распространены конспирологические теории, вздорные слухи, дикие мифы и просто бредни. Именно они привели к попытке пучи 6 января, которую спровоцировало все перечисленное. Но и после того, как виновных арестовали и ложь, включая опаснейшую об украденных выборах, разоблачили, поток абсурдных домыслов не ослабел. Недостаточно заглянуть в собственную почту, чтобы узнать много нового. Налет на Капитолию, уверяет один мой читатель, инсценировка, снятая за день до 6 января, чтобы скомпрометировать президента Трампа. Инсценировкой, подхватывая другой, была и анаугурация Байдена, на самом деле Трамп по-прежнему у власти. Но управляет страной он тайно, делится секретным знанием третье, с помощью верных генералов. Конечно, за свою долгую писательскую жизнь я привык к эксцентрической почте. Давным-давно, еще до компьютеров, я получал странные письма, вроде предложения стерилизовать население России или спасти человечество от голода с помощью анальной пробки. Но это были редкие весточки безумия, над которыми легко смеяться. Теперь, когда речь идет о многих миллионах легковерных, не до смеха. Сегодня я пригласил режиссера документального кино Андрея Загданского, чтобы поговорить на эти темы, опираясь на фильм американского кинематографиста Джеффа Орловски. Фильм называется «Социальная дилемма». Впервые эта картина вышла на Нетфликсе еще в прошлом году. Она произвела сильное впечатление, в том числе и на моих знакомых, которые ушли из соцсетей, узнав из этого фильма, как сильно те влияют на наше поведение. Но по-настоящему эта картина зазвучала после атаки на Капитолий, потому что в ней нам предлагалось объяснение того, что произошло в тот ужасный зимний день. История сделала фильм настолько актуальным, что мы решили к нему вернуться и обсудить поднятые в нем вопросы, а главное, ответы. Андрей, начнем с жанра. Что такое докудрама? И имеем ли мы основания ей доверять? Хороший вопрос, потому что весь пафос фильма заключается в том, что мы не должны особенно доверять никому и ничему. Докудрама – это жанр документального фильма, который предполагает драматизацию подлинных событий, подлинных обстоятельств. И в известной степени фильм относится действительно к жанру докудрамы, потому что мы имеем некоторые сценировки. Есть выдуманная фиктивная семья и коллизии, и драмы, которые происходят в этой семье в связи с злоупотреблением младшим поколением мобильными телефонами. И, с другой стороны, мы имеем инсценировку, где три программиста, которые представляют собой в воплощении искусственного интеллекта, манипулируют одним из персонажей. Но другая, с моей точки зрения, куда более существенная, драматическая часть этого фильма заключается в интервью экспертов, интервью специалистов, людей, которые проработали в этих гигантских компаниях и теперь сталкиваются с тем, что мы называем «совесть». Вообще-то, это самая интересная часть фильма, потому что люди, которых мы видим на экране, люди, которые предупреждают нас о том, к чему может привести цифровая революция, это люди, которые ее создали, эту революцию. Это как раз тот самый случай, когда на экране мы видим виновников того, что происходит, включая одного из самых интересных людей нашего времени, Джарона Ланье. Этот персонаж, он, в отличие от других молодых ребят, человек пожилой, у него дредлоки, это длинные такие косы до пояса. И я-то помню его хорошо, я еще 30 лет о нем писал, потому что он был одним основателем интернетской революции. И он человек необычайно интересный, он, конечно, дзен-буддист, он, конечно, мистик. Джарон Ланье – пророк интернетского мира. И когда начиналась интернетская революция, он был сторонником ее и считал, что она принесет свободу, талант, гений, берет все границы, интернет создаст новое счастливое поколение. Теперь, уже в старости, он считает, что все это привело к системному кризису. И весь фильм утверждает, что социальные сети привели к системным переменам. Это значит, что мы, а главное наши дети, живут в принципиально другом мире. Как вам нравится этот мир? И как вам нравится авторам фильма? Вы знаете, у персонажа, о котором вы только что так интересно говорили, у Джарона Ланье, есть совершенно замечательная фраза в фильме, которая, то, что называется по-английски «take away». Это то, что ты заберешь из фильма после его просмотра. Он говорит, если вы не платите за продукт, которым вы пользуетесь, то вы и есть продукт. И речь идет, конечно, и о Facebook, и о Google, и о Twitter, и обо всех-всех социальных сетях. Если вам достается что-то бесплатно, то на самом деле перепродают вас. И речь, принципиальная концепция кошмара, которую описывают все участники фильма, заключается в том, что мы, пользователи социальных сетей, не столько пользуемся ими, сколько они пользуются нами, превращают нас в источник своих ревеней, в источник заработка. Понимаете, это, конечно, звучит страшно, и в фильме показано, как работает искусственный интеллект таким образом, что мы не можем не что-то покупать. То есть это способ рекламировать товары, а все остальное – это приложение к нему. И от того, что такое происходит, мы стали пешками в этой игре. Как сказал один из персонажей фильма, 50 программистов в возрасте от 20 до 35 лет решают судьбы двух миллиардов людей. Это совершенно потрясающая фраза, не так ли? Потрясающая фраза, но я хотел бы развить вашу мысль. Вы говорите о том, что все заключается в том, что нам продают рекламу. В действительности дело хуже и страшнее. Если бы нам только продавали рекламу, то речь идет о обычном мидии. На телевидении продается реклама, в газетах продается реклама, где угодно. Речь идет о том, что нами манипулируют. Речь идет о том, что эти компании управляют нашим вниманием, направляют его в нужное нам русло. Иначе ничего не получается. Иначе не будет того прикрепления к этим социальным сетям, которые и определяют рекламный мир. Ведь, как говорит одна из этих очень умных женщин, намного умных людей, что алгоритм, которым управляются все эти программы, это в действительности точка зрения, прописанная в коде. Вам навязывают точку зрения. Вот что самое главное. Совершенно верно. А мы об этом еще поговорим. Причем, кто навязывает? Нет никакого злобного Цукерберга, который хочет нас покорить. На самом деле алгоритм. То есть это бунт машины. Это то, о чем мы читали в фантастике, начиная с Карла Чапака. И вот этот мир уже пришел. Во всяком случае так считают авторы фильма. Они считают, что наступил мир, в котором победил, как они говорят, капитализм слежки. Это Орвел и КГБ соединены вместе, и получилось то, что получилось. И во всем виновата наша привязанность к социальным сетям. Точнее говоря, к телефончику, который работает как наркотик и как детская соска. Знаете, я когда все это дело увидал, осмыслил, я решил, что это глупости, это все неправда. И решил попробовать, как я часто делаю, на себе. В фильме герои предлагают неделю жить без телефона. И подходить неделю к телефону. Подумаешь, да? Я сказал, ну неделя, это много, я проведу сутки без телефона. И дальше начиналась интересная ситуация, которая была мне очень знакома по тому времени, когда я бросал курить. Я, как Марк Твен, много раз бросал курить, всегда с успехом. Но однажды я все-таки бросил курить. Я помню вот это ощущение, когда ты говоришь, я могу бросить любой момент, но это же не важно. И то же самое с телефонами. Сказал, ну конечно, я могу бросить телефон. Но те люди, которые меня ищут, они же не знают, что я бросил телефон. Вот сейчас, вот на самую секунду. Но как же так, я могу подвести такое количество людей? Короче говоря, я вытерпел одни сутки, но я понял это мучение. Кстати, с обычным телефоном было то же самое. Довлатов жаловался, что он не может писать, потому что все время звонят по телефону. Я говорю, ты выключи телефон. Он говорит, а друг из Стокгольма? Я говорю, перезвонят, если из Стокгольма. То есть на самом деле мы, конечно, давно уже привязаны к таким сетям. Но жизнь без телефона, знаете, она мне напоминает жизнь без газет, без информации. Когда-то это все было по-разному. Когда-то Цветаева сказала, читатели газет, глотатели пустот. Вот не читайте газеты, и все будет хорошо, говорил Цветаева. Но я не могу не читать газеты. Я не могу жить без телевизора. Я могу жить без телевизора, но не могу жить без новостей. Конечно, люди, которые прикреплены к этим социальным сетям, они привязаны к своим гирям. И это очень страшно. Почему? Самая главная для меня фраза в фильме, самый главный эпизод заключался в том, что именно ложные утверждения распространяются в шесть раз больше, чем истинные утверждения. И вот тут мир фильма и мир нашего современного мира. Сегодняшнего мира, мира после Трампа, мира после попытки Пуча, мира, который разделен на две части. И одна из этих частей особенно страдает от нападок социальных сетей. Вы знаете, Саша, любопытно, что мы с вами не договаривались, но когда я пересмотрел фильм и делал для себя короткие заметки, то я записал ту же самую фразу, что ложь распространяется в шесть раз быстрее, чем правда. Правда скучна, правда на самом деле никого не интересует. Нас интересует ложь. Над вымыслом слезами обольюсь. Вот почему все то, что происходило и происходит сейчас в Америке, так реально страшно. Потому что ложь распространяется легко, бесплатно, без всяких усилий. Помните знаменитые протоколы сионских мудрецов, по поводу которых Николай II сказал, что это ложь, и мы никогда не станем пользоваться такой дешевкой. Но в свое время КГБ, если верить румынскому перебежчику, знаменитому Иону Причепе, перевело протоколы сионских мудрецов на арабские языки для того, чтобы распространять их на Ближнем Востоке. Так строились отношения с точки зрения КГБ между арабскими странами и Израилем. Но это были усилия. Это была какая-то направленная, осмысленная идея. И теперь решение публиковать, распространить. Теперь в условиях социальных сетей ложь распространяется сама. Она бесплатно двигается по интернету. Не бесплатно. В том-то все и дело, что, как говорят авторы фильма, алгоритму выгодны распри. Потому что чем азартнее мы боремся за ту или другую точку зрения, тем чаще мы включаемся в социальные сети. И тем больше мы проводим время в них, а значит, тем больше мы покупаем. Дело в том, что алгоритму все равно, правда или ложь. Алгоритму важно только одно. Насколько активны мы... Насколько мы прикованы к сети. Да. И, конечно, алгоритм очень любопытным образом выбирает, как радикализировать людей. Это то, что меня больше всего удивляет в сегодняшнем мире. Как легко люди верят в абсолютно глупые, непроверяемые, чудовищные слухи. А почему так происходит? Авторы фильма убеждают нас в том, что этот алгоритм умнее нас. Он лучше понимает, как мы устроены. Он не сразу, но постепенно находит на более уязвимых людей. Ну, например, есть люди, которые верят, что Земля плоская. Есть люди, которые верят во что угодно. Во то, что американцы, например, не высаживались на Луне. И к этим людям он обращается тем, чтобы втянуть их в другую, еще более чудовищную глупость. И постепенно втягиваются в эту воронку люди, которые посторонние, с края. И в эту воронку она обваливается сама в себе. И вот уже миллионы людей повторяют чудовищную ложь вроде того, что Байден педофил. Я как представлю себе эту картину, что они имеют в виду. Или о том, как я сам это слышал, как Байден украл миллиард долларов. Недавно как раз поставили фотографию его дома. Семейный дом у нас в округе гораздо дороже и лучше дома, чем у человека, который был 8 лет вице-президентом и стал сейчас президентом. Но это никого не касается, потому что алгоритм так умно работает, так тонко радикализирует эту аудиторию, что мы невольно начинаем в это верить. И вот с этим непонятно, что делать. Потому что, как говорят герои фильма, вы вырастили цифровой Франкенштейн. То есть не Франкенштейна, конечно, а Виктор, который создал Франкенштейн. И что в перспективе спрашивают наших молодых и очень-очень активных, умных, честных людей? Они говорят, как что? Гражданская война. Вот тут я ебал. Ну как? Один из них говорит, чего вы боитесь? Я бы вплоть до гражданской войны. Потому что действительно ужас заключается вот в чем. Что эти миры не говорят друг с другом. Мы привыкли считать, что переговорный процесс, поиск общего знаменателя помогает людям определить свои разногласия и прийти к какому-то общему решению. Но в действительности беда заключается в том, что эти энтити, эти группы людей не говорят друг с другом. Они не слышат друг друга. Когда вы заходите в Гугл и набираете изменения климата, вы увидите разные результаты в зависимости от того, где вы живете, и от того, что Гугл знает о ваших интересах. Темная эстетия — это не случайно, это система. Документальный фильм «Нетфрекс». Я хочу, чтобы люди знали, что все, что они делают в сети, внимательно отслеживается. Каждое ваше действие тщательно контролируется и записывается. От людей, которые ее создали. Я был соавтором «Топкин Равица». Я был президентом «Пинтерес», «Гугл», «Твиттер», «Инстаграм». Произошли значимые изменения по всему миру из-за этих платформ. Я думаю, мы были наивны на отношении обратной стороны медали. Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Мы с режиссером Андреем Загданским беседуем о социальных сетях и их влиянии на массовое сознание. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Андрей, то, что две группы не говорят друг с другом, это понятно. В России мы тоже не говорили. Вот я не говорю, но я не был ни одного знакомого коммуниста. Я не знал, с кем я разговариваю. В моем кругу не было людей, которые представляли другой мир. Мир КГБ, мир коммунизма. Я знал множество коммунистов. Ну, видите, вы гораздо старше были, когда уехал. Я уехал 24 года. Единственным коммунистом у меня был начальник пожарной охраны Мэренс, который раньше был заведующим КГБ Западной Латвии. Но он так страшно пил, что он пропил дважды гроб своей матери. Я не могу считать, что он был образцовым коммунистом. Он был не настоящий коммунист. По-моему, тоже. Тем более, что вы, конечно, выгнали из партии к тому времени. Скажите мне другое. У меня есть один вопрос, который меня действительно по-настоящему мучает. А именно, ну хорошо, но мы ведь с вами потребители социальных сетей такие же, как и все. Эти ребята молодые, которые борются с этим чудовищем, которое породило социальные сети, они же и говорят, что это утопия и антиутопия в одном флаконе. Я просто не могу себе представить, как мы можем жить без социальных сетей. И, тем не менее, опасность совершенно очевидна. Скажите мне такое. Почему мы с вами не верим, условно говоря, в то, что земля плоская? Почему наши друзья? Я не говорю о людях незнакомых, которые мы не знаем. Они живут в другом мире, где-то на ранче, в Монтане. Но наши близкие друзья. Замечательные, умные, интересные люди, интеллигентные, высокообразованные. И вы, и я знаем таких людей. Вот они верят в то, что земля плоская, опять-таки, условно говоря. Ну, например, то, что Трамп выиграл выборы. А мы с вами не верим. Почему? Что отличает нас от них? О, Саша, помните, как говорили в Советском Союзе? Если бы я знал прикуп, я бы не работал. Нет, говорили не так. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Жил бы в Сочи, да. Пребязательно такой ответ у меня на ваш вопрос. Если говорить совершенно серьезно, то мы верим плюс-минус в то, что мы хотим верить. Мы верим, опираясь на какие-то источники, которые мы считаем достоверными или недостоверными, которые нам нравятся или не нравятся. Предложим, нам с вами нравится Нью-Йорк Таймс. При этом у меня масса претензий к газете периодически возникает. Но я отдаю себе отчет, что эта информация достоверна. Опять же таки, в ней могут быть ошибки, но она достоверна, она проверена. Интернет, в этом, между прочим, принципиальное свободное достижение по своему интернету заключается в том, что там может быть опубликована непроверенная информация. И судить, в отличие от Нью-Йорк Таймс, некого. Саша, вы читали недавно, конечно же, что компания Dominion, которая выпускает машины для голосования, те самые, на которые голосуют в подавляющем большинстве штатов в Соединенных Штатах Америки, объявила иск, дефамацию. Они судят мэра Нью-Йорка Джулиани, он же в одном флаконе адвокат Трампа, в том, что он их оболгал. Иск дефамации на 1,3 миллиарда долларов. Это немалая сумма. Даже для бывшего мэра Нью-Йорка и даже для бывшего адвоката Трампа. В чем дело? Если бы Нью-Йорк Таймс опубликовал вранье, то можно судить газету. Нью-Йорк Таймс отвечает за свои публикации. На интернете, и в этом вся прелесть и порог интернета, никто не отвечает за то, что вы или я сказали. Поэтому Джулиани, который говорил в социальных сетях о том, что компания Dominion на самом деле управляется из Венесуэлы, Кубы, еще откуда-то и так далее, и так далее, всю эту чудовищную ахинею, на интернете он за это не несет никакой юридической ответственности. Но его утверждение в суде является прямой дефамацией. И поэтому его можно судить. И за это его будут судить. То есть речь идет о факте. Есть у нас уважение к факту или нет? Я понимаю прекрасно, откуда берется идея альтернативного факта. Вот все люди, которые верят в плоскую землю, они пользуются альтернативным фактом. Говорят, вот у вас своя правда, у нас своя правда. Я даже знаю, откуда это пошло. Это прям было всего постмодернизма. Слова Ницше. Фактов нет, есть их интерпретация. И вот тут-то мы попадаем в эту страшную ловушку. Ловушку постфакта, постправды, альтернативного факта. И с этим все очень сложно. Но тут я хочу возразить авторам фильма. Андрей, мы с вами жили в Советском Союзе. Какие повешенные усилия прилагала советская власть для того, чтобы мы поверили абсолютно безумные утверждения. Абсолютно безумные утверждения, которые нам с вами учили и в школе, и в университете, во всех институтах мы все изучали идеологические дисциплины, которые, как я сегодня узнал, назывались Марк Лены. Маркс Ленин. Я даже не знал, что есть такое. Я учился на филфаке. Представьте себе, какие пропагандистские усилия были приложены для того, чтобы мы все считали лучшим романом нашего времени книгу Брежнева «Малая земля». Как вы считаете, был хоть один человек, который верил в то, что книга Брежнева «Малая земля» — это новая военная мир? Я вас уверяю, что таких людей не было. Я думаю, что даже сам Брежнев так и думал. Что думал Брежнева, я точно не знаю. Но я знаю, что читатели его всегда врали и знали, что врут. И нынешние тролли. Недавно как раз наш коллега Дмитрий Волчек напечатал потрясающе интересное интервью с одним из российских троллей, который говорит, что им самим смешно то, что они пишут, потому что ни один нормальный человек не верит, что «Навальный» — это овальный. И все. Уже сказали, кликнули. Пределы пропаганды. С точки зрения создателя нашего фильма, нет у пропаганды пределов. Она настолько всесильна, что она всегда побеждает. А с моей точки зрения есть, потому что на самом деле мы не можем без конца верить в глупости. Я понимаю, что сейчас это звучит довольно странно. Но тем не менее, после того, как Трамп ушел, я думаю, что уровень лжи в социальных сетях уменьшится. Вы считаете меня бессмысленным оптимистом? Я считаю, что это, может быть, действительно излишне оптимистическая позиция, потому что ложь необходима. Ложь будет циркулировать в социальных сетях бесконечно. И никакой управы на это. В ближайшее время я лично себе представить даже не могу. На лжи зарабатываются миллиарды долларов. Трамп, которого лишили Твиттера, лишил Твиттера заработка, потому что все люди, которые подписаны на Трампа, они принимают участие в обсуждениях, они генерируют то самое содержание, которое как в воронка втягивает новых пользователей. И на этом делаются деньги. Я не вижу повода для оптимизма, признаюсь вам, Саша. Вы знаете, я всегда считал, что проблема никогда не решается запретами. Исчезает одно, появляется другое. И когда-то я прочитал у Хайдегера его любимое изречение Гюльдерлина, немецкого поэта, который он считал величайшим поэтом всех времен и народов. Слова были такие. Где опасность, там спасение. Хайдегер был великим критиком технологии. Но он считал, что именно технология найдет какие-то решения тем проблемам, которые она создает. Я помню, когда Билл Гейтс появился уже во всей силе своей. Мы сказали, вы наших детей приковываете к интернету, к компьютеру. Тогда еще и интернета-то не было, но компьютер уже был. И он сказал, но я же их оторвал от телевизора. Компьютер съел телевизор. Это было очень умно сказано. Сейчас мы уже забыли о том, что телевизор был самым страшным орудием, который только мог быть. Всегда нас пугали новинки. Ну, например, книга. Ну, что плохого книги? Но когда Гутенберг изобрел печатную книгу, это оказалось величайшим потрясением всего тысячелетия. Началась реформация, век религиозных войн. Все это началось с того, что появились книги. И многие говорили, что когда появились книги, а потом появились романы, то люди вообще перестали жить. Они живут в романах. И, скажем, в XIX веке, в начале XIX века, люди действительно жили в основном в книгах. Они читали постоянно. Утром, вечером, днем. А потом еще немножко все вместе. Потом было то же самое с телевизором. Когда-то это было с радио. И мне кажется, что главное заключается не в том, чтобы бороться с технологией. С ней невозможно бороться. Инквизиция не смогла остановить. Саш, давайте вы его справедливы. Я не предлагаю бороться с технологией. Этого я не говорил. То, что вы сказали сейчас, действительно безумно интересно, потому что наш любимый, уважаемый вам и мной, маршал Макклю, он говорил, что с появлением печатного станка, с появлением языка, как визуальной формы, возникают национальные движения Европы. Тогда различные этнические группы увидели свой язык как образ, как изображение. И с этим изображением у них возникала очень сильная, ясная идентификация. Это я. Он, конечно, был поэтом масс-медиа. Потому что Макклюин же говорил, как вы помните, что если бы заберели сначала телевизор, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина. Потому что эти люди могли бы существовать только радио. Так же, как не было бы Трампа, если бы не было твиттера. Я могу представить себе, что технология порождает определенный тип людей, властей, сознания, масс. Это связано с способом распространения информации. Вы знаете, Саша, вы сказали, не было бы Трампа, если бы не было бы твиттера. В действительности, Трамп – это переходная технологическая цепочка. Ведь он появился как ведущий телевизионного шоу «Апрентис», ученик. Его телевизионная слава была началом его воскресения. Как, между прочим, с президентом Зеленским в Украине. То же самое. Телевизионная слава, телевизионный сериал подняли его в статус. Сначала воображаемого президента, а потом сделали его президентом настоящим. То есть они дети из предыдущих телевизионных технологий. Совершенно верно. Причем Трамп изображал того бизнесмена, каким он не был. Как мы знаем, шесть банкротств и так далее. Он изображал успешного бизнесмена, а не был он. То есть он симуляк. Копия без оригинала. Это очень любопытно, конечно. Но проявилось это в массовой форме. Все-таки именно твиты. Потому что твиты – это 140 знаков, которых очень легко человека обмануть. И 30 тысяч ложных утверждений за 4 года. Примерно 5 в среднем в день. Дело в том, что где же выход? В этом фильме выхода нет. Они сказали, что вот как-то так невнятно, что надо применять какие-то формы. Я понимаю, что должны быть какие-то международные договоренности, должна быть какая-то возможность регулировать социальные сети, как мы регулировали кино, например, в Голливуде регулировали 30-е годы. Это не очень-то успешно получается. И мне кажется, что главное средство одно – критика источников. Вот когда мы говорили с вами, почему мы не попадаем в эту категорию людей, которые считают Землю плоской, я бы сказал почему. Потому что мы проверяем источники. Мы предыдущие проверять источники. Мы сначала смотрим, откуда идет информация, а потом, что это за информация. И это откуда – это и самое важное. И это требует какого-то определенного набора информационных усилий, информационных орудий. Сейчас в Америке существует могучая организация, филантропический проект за новую грамотность. Питер Адамс, руководитель этого проекта, он говорит, что главная ошибка считать все источники информации равна лживыми и не верить ни одному. Это тактика Путина. Кто сбил самолет? Ну, кто же знает. Есть одна версия, есть другая версия. Главное, чтобы не было одной правды. Главное, чтобы не было одного факта. И для того, чтобы его установить, нужно понять, как пользоваться интернетом. Я слышал, что Финляндия, Финляндия вообще самая передовая держава в области образования. Просто-напросто там лучшая школа в мире. И один из главных уроков, которые сейчас преподают в Финляндии, это умение распознавать истинную ложь в социальных сетях. По-моему, это замечательно. По-моему, это необходимые условия образования, которые нас ждет сильно. Вы знаете, Саша, когда вы говорили, сейчас я вспомнил о самом начале эпохи Трампа в Америке и маленькой книге, которую опубликовал замечательный историк Тимоти Снайдер. Она называлась «20 уроков из 20-го столетия для времен тоталитаризма». Первым пунктом у него стояла правда. Правда не безотносительна. Правда не есть одна правда или другая правда. Нет альтернативной правды, нет альтернативных фактов. Есть факты доказанные и доказуемые, есть правда реальная и она одна. Мы построили эти штуки и мы обязаны это изменить. Необходимо обдумать, как сделать мир лучше. Если технологии создают массовый хаос, одиночество, расслаивание общества, больше нечестных выборов, больше неспособность сосредоточиться вывел на реальных проблемах, нам конец. Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Мы с режиссером Андреем Загданским беседовали о социальных сетях и их влиянии на массовое сознание. Режиссер передачи Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Редактор субтитров А.Семкин